Давайте обсудим один из способов минимизации функции, которая используется для обучения линейной регрессии, которая называется градиентная спуска. Представим, что у нас есть график функции ошибки. Итак, у нас рассматривается ситуация, когда m равно 1, то есть от одного только параметра зависит, один только атрибут у наших объектов. Рядь значит, что у нас есть два параметра, по которым идет минимизация, это a0 и, соответственно, a1. По ним идет минимизация, и у нас получается график функции ошибки трехмерный, и вот мы представляем его в виде линии уровня. Здесь используется понятие градиента. Градиент – это вектор, который показывает в некоторой точке, в каком направлении функция возрастает быстрее всего. То есть в данном случае, в этой точке быстрее всего в том направлении возрастает. Градиент можно вычислить достаточно просто. То есть градиент от функции нашей ошибки – это что такое? Это вектор, который в it-координате у нас получается частная производная по, соответственно, it-координате. То есть у нас ошибки error по частной производной по a0. Это нулевая координата, потом ошибка частная производная по первой координате. Дальше у нас следующий вектор. Следующий элемент – это частная производная по второй координате и так далее. То есть вот у нас по… Если у нас m-координат, то есть по m-координате получается. Если у нас m-координат, то тогда у нас m-координаты – это… Ну, соответственно, с нуля мы начинаем. m-координаты – это частная производная по m-координате. В случае, если у нас m равно 1, то у нас две координаты. Это частная производная по 0 и по 1. Соответственно, это направление, которое показывает самое быстрое возрастание функции в данной точке. Метод градиентного спуска или антиградиентного спуска – это метод, который говорит о следующем. Вот мы находимся в некоторой точке. Есть направление скорейшего возрастания. Мы считаем, что тогда, скорее всего, убывает наша функция. А нам надо, как вы помните, именно минимизировать функцию ошибки в противоположном направлении. Соответственно, мы делаем шаг в противоположном направлении вот в эту точку. Дальше делаем то же самое. Находим вектор здесь. Мы скорейшего возрастания делаем в противоположном направлении шаг. Опять уже из этой точки делаем. Встроим вектор градиента с направлением на скорейшего возрастания. Из нее делаем шаг. И так далее. То есть двигаемся. Вот у нас такой атеративный процесс. Рано или поздно мы считаем, что мы доберемся до минимума. При этом у нас есть некоторый размер шага. Это лямбда, который, соответственно, мы в направлении противоположном градиенту делаем шаг длиной лямбды. Ну, если у нас есть координаты нашего градиента. r, там координаты какие-то, g0 и так далее, gm. Вот у нас есть эти координаты. Если мы в первую очередь нормируем градиент, то есть делим каждую координату на норму, тогда, в принципе, норма этого вектора единичка. И если мы домножим его на лямбда, то тогда это нам позволит двигаться на шаг размера лямбда. Тогда, значит, если у нас какая-то есть координата а0 и так далее, а n, наша текущая точка, то следующая точка, она будет с координатой а0 плюс лямбда, g0. g0, это нулевая координата. Здесь тоже сделаем g0, внешний индекс. Вот, и mt координата, она изменяется, вот, ну, соответственно, а mt координата, которая была, плюс лямбда, gmt координата. Вот мы получили новую позицию, и из нее, для нее вычисляем градиент новой позиции. При этом, когда мы так двигаемся, давайте вот подвигаемся чуть-чуть, мы двигаемся, мы можем в какой-то момент, если у нас лямбда достаточно большой, проскочить и вот так вот начинать двигаться вокруг минимума. Что делают, чтобы процесс был более быстро, достаточно остановился? В какой-то момент лямбда уменьшают. То есть, точнее так, на каждом шаге лямбда немного уменьшается. Мы будем считать следующим образом, что есть какое-то начальное значение лямбды, и на каждом шаге мы уменьшаем лямбду на чуть-чуть, например, на 1%. То есть, лямбда равняется 0.99 от лямбды. Тогда у нас каждый раз будет все меньше и меньше размер шага, и вот этот процесс не будет проскакивать через меня. Кроме того, обычно, соответственно, останавливается, когда лямбда какой-то очень маленький, то есть, вот мы шагаем, 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 уже дальше смысла нет делать шаг, то есть, делать это все, пока лямбда не станет меньше, чем какая-то константа. Ну, или на соседних шагах у нас не будет значения функции отличаться. Ошибки не слишком сильно. То есть, если ха на каком-то шаге т, вот на нем минус значение ошибки на а на каком-то следующем шаге, если разность по модулю, она меньше, чем какая-то заранее заданная константа, меньше, чем епсилон, то тогда, значит, мы останавливаемся. Ну, или если лямбда меньше, чем какого-то другого, другая, соответственно, заранее заданная константа дельта. Это метод градиентового спуска. В следующем видео мы обсудим метод по координатам спуска. Спасибо. 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 Спасибо.